Теперь давайте скажем несколько слов о Жанне Батисте Ламарке, который у нас в ЕГЭ был вопрос в прошлом году. Объясните, каковы основные положения теории Ламарка. Приведите четыре положения. Основные идеи теории Ламарка. Во-первых, Ламарк изначально тоже был креационистом. Он верил в Бога, что всё Бог создал. Тогда это было модно. Но потом он примкнул к одному направлению, которое называлось «трансформизм». Трансформ — это изменение. Теория, он трансформистом был изначально. Так вот, трансформисты не верили в эволюцию в целом. Там целое было движение трансформистов. Они верили, что организм меняется под влиянием условий среды. То есть среда влияет, и организм изменяется. Но в эволюцию трансформисты не верили. Однако Ламарк пошёл дальше. Он стал верить в эволюцию. Он основал всё-таки первое эволюционное учение. В 1809 году написал труд «Философия зоологии». Очень хороший труд. Так, и дальше что было? А, да, и какие основные положения Ламарка? Сразу мы в это переходим. Первое. Организмы стремятся к самосовершенствованию. Ну, конечно, отнюдь не все, господа. Конечно, не все, но животные никуда не стремятся. Второе. Признаки, приобретаемые в течение жизни, наследуются. Это тоже неправильно на сегодняшний день. Потому что он считал, например, что если у мыши отрубили хвост, то её детёныши тоже без хвоста будут. Но это неправильно, потому что это сразу проверка. Один учёный отрубал хвосты мышам, и у них всё равно детки с хвостами рождались. Да, в 20-ти поколениях он это сделал. Причём, чтобы всем показать. Был такой, да, Август Вейсман. Вот. Все поняли, что Ламарк, конечно, очень странно предлагал варианты. Так, третье — это все признаки полезны. Признаки, которые ГАИС получает, полезны. Это очень странная концепция на самом деле. На сегодняшний день я, знаете, какой комментарий к ней даю? У нас существует две основных причины признаков — мутации и модификации. Скажите, мутации какие бывают по значимости для организма? Ну, полезные. Полезные, вредные, нейтральные. Ну, точно не полезные все. Правильно же? А он считал, что все полезные. А мы знаем, что мутации полезные, вредные, нейтральные. А модификации, модификационная изменчивость, она какая у нас? Ну, также полезные и вредные. Да, нет, нейтральные такого нет. Там бывают адаптивные модификации и неадаптивные. Ну, адаптивный, например, загар. Да, это нужно, чтобы я уже не обгорал. А неадаптивное — это, ну, например, я сгорел на солнце. Поджарился немножко. Да, то есть ожог получил. Это неадаптивное. Поэтому, ну, он считал, что все полезно. Четвертый. Закон упражнения и неупражнения органов. Это более-менее нормальный закон. Но, конечно, то, как он его объяснял, очень странно звучит. Это как жираф, когда тянулся и вытянулся из шеи. Другой еще тянул, поэтому во второй еще больше шея. У третьего еще он всю жизнь тянул. Не у неба, знаешь, команда. Вот, да. Но потому что деревья не у неба. Да, как бы, поэтому нет смысла тянуться к небу-то. Зачем? Ну, в общем, вот здесь неправильно было, что он считал… Кстати, а как сейчас считают? А сейчас считают, что резко появилась шея длинная у кого-то в результате мутаций. Резко. Да. А у какого-то… Ну, появилась, например, группа жирафов с длинной шеей совершенно резко, спонтанно. И они стали… Их оставили, оставила природа, потому что длинная шея помогает им дотягиваться до самых сочных листьев. И они стали жить. Потому что мутации не всегда передаются в поколение. Ну, почему мутации передаются-то у нас? Нет, передается, но все равно могут же быть волосы тогда с короткой шеей. Ну, те, которые с короткой, они как бы тоже остались, какие-то там предковые формы жирафов, они отдельно. А те, которые с длинной, они отделились и как бы образовали новый вид, у которых длинная шея. И шея – это признак длинной шеи по современной теории эволюции. Вот он именно в результате мутации появился, и вот он закрепился в поколениях. Но так, что там каждый год, каждую жизнь вытягивать шею, как Ламарко считал, это неправильно. Сейчас так не считают. Более того, у Ламарко был еще один закон, он назывался «Закон прямого приспособления». В чем его суть? Если листья у стрелолиста находились под водой, то они становились лентовидными из-за течения. В течениях вытягивало, они становились лентовидными. А если листья находились на воде, они были округлыми, они не были такими длинными. Третий вариант. Это еще там у стрелолиста надводные листья, они были стреловидными. Вот в чем суть. Ну, то есть, видите, среда влияет. Но это досталось ему трансформизма. То есть трансформисты тоже верили в влияние среды. Там самым главным трансформистом был Жорж Бюфон.